Привет, друзья! Сегодня у нас нечто совершенно новое. Я беру старую Wi-Fi камеру и превращаю ее не только в муляж для отпугивания воров, но и в настоящую TV-антенну. Да-да, вы не ослышались. Все это за счет маленькой хитрости с платой внутри камеры и коаксиальным кабелем. Не верите, что это работает? Смотрите до конца и убедитесь сами. Гарантирую, будет интересно. Вот наша Wi-Fi камера, которая уже давным-давно не работает как положено. Но мы нашли и новое применение. Прежде всего, снимаю корпус, чтобы добраться до платы управления. Осторожно раскручиваю все винтики и аккуратно вскрываю корпус. Не стоит ломать защелки, иначе потом будет сложно собрать обратно. А ведь нам нужен муляж камеры. Внутри есть два проводка, красный и черный, ведущие к антеннам камеры. Это самый важный момент. Именно их мы и будем использовать для нашего сигнала. Раньше эта камера ловила сеть Wi-Fi. И потом по этим проводкам подавала сигнал на плату. А мы их будем использовать, чтобы поймать телевизионный сигнал. Антенны будут принимать сигнал. Затем, проходя через плату, он будет усиливаться. И после платы прямиком в наш телевизор. В HD-качестве и бесплатными каналами. Эти камеры ловят Wi-Fi сигнал. Находясь далеко от источников сигнала, но они его принимают и усиливают. С TV-сигналом будет то же самое. Многие уверены, что внутри камеры нет ничего интересного. Но в нашей реальности даже плата управления может стать чем-то большим. Разрезаю эти проводочки посередине. Надо освобождать место для коаксиального кабеля, через который сигнал пойдет к телевизору. Если делать все аккуратно, можно даже не повредить родные антенны камеры. Дальше все концы, которые мы подрезали, нам нужно зачистить. Использую зажигалку, чтобы легко снять изоляцию. Конечно, можно и ножом, но так быстрее. И по-моему удобнее. Только будьте осторожны, чтобы не повредить центральную живу. Зажигалка для снятия изоляции. Метод брутальный, но эффективный. Перед вами сейчас это коннектор, который мы будем подключать к плате обратно. А дальше берем концы, которые идут к антеннам. И зачищаем их также зажигалкой. Знаю, сейчас кто-то скажет, вот это вы извращаетесь. Но признайтесь, идея эта чертовски интересна. Идея очень проста. Мы просто переучиваем камеру от принятия сигнала Wi-Fi к принятию телевизионного сигнала. Но плюсом вы сможете повесить эту антенну на улицу перед своим домом, чтобы отпугивать воров. Показав, что у вас есть охранная камера. Эта камера давно не рабочая. А если бы камера была бы рабочей, тогда бы мы и трансляцию получали, и каналы смотрели. Разве не мечта? Берем кусок коаксиального кабеля для подключения к камере. И снимаем изоляцию примерно 2-3 сантиметра. Эта роли не играет. Оплетку мы должны сохранить, так как она будет играть важную роль. Скручиваем ее в косу. А фольгу убираем. Она нам не нужна. При работе с канцелярским ножом будьте осторожны, берегите свои руки. С центрального же проводника мы снимаем изоляцию с учетом того, чтобы центральный проводник не касался оплетки. Все приготовления у нас готовы. И теперь переходим к пайке. Пайка это самый решающий момент. Либо мы добьемся четкого сигнала, либо получим легкий дымок и ноль каналов. Теперь важно не перепутать, где у нас красный, а где черный провод. И правильно соединить с оплеткой и центральной жилой коаксиала. Это своего рода мини-инженерия в домашних условиях. Красные проводки мы должны будем припаять к центральному проводнику, а черные к оплетке. Лудим центральный проводник, чтобы на нем задержалось олово. Проводки камеры очень мягкие, поэтому давайте заранее положим олово, чтобы легко припаять их к центральному проводнику. К центральному проводнику мы должны будем припаять два проводка, поэтому мы оставили жилу подлиннее. Потом мы лишнее сможем отрезать. Хорошо прогреваем центральный проводник, но не переусердствуйте. Иначе можно сжечь изоляцию. Некоторые скажут, что я порчу технику. А я утверждаю, наоборот, я даю ей вторую жизнь в совершенно новом качестве. Вот мы паяем центральный проводник коаксиала, чтобы сигнал шел верным путем. Немного припая, и наши контакты становятся единым целым. Плюсовой от коннектора мы припаяли. И теперь задача припаять плюсовой от антенны. Будьте осторожны, не обожгитесь об паяльник. Альберт Эйнштейн как-то говорил, что гениальность познается там, где ненужная камера становится спасением для бесплатного телевидения. Паяюсь я к нижней части проводника, чтобы лишнее потом отрезать. В этой схеме важно не перепутать, где плюс, а где минус. Иначе наша камера-антенна точно будет передавать сигнал не в ту сторону. Плюс мы закончили паять, переходим к оплетке. К оплетке мы будем припаивать черные контакты. Оплетку нужно хорошенько залудить, чтобы олово попало вовнутрь оплетки. В идеале использовать какие-нибудь флюс-пасты или паяльные гели. Я все делаю из подручных материалов. У меня есть только канифоль. Соединяем минусовой провод с оплеткой. По теории это даст нам лучшее заземление. Да и каналы, надеюсь, будут четче. Генри Форд, наверное, говорил, в каждой бесполезной вещи скрывается потенциал, если ты знаешь, куда припаять провод. Надеюсь, наша антенна сейчас не обидится, что ей пришлось сменить профессию. Зато сколько пользы мы получим. И как раз мы закончили с пайкой. Теперь нам предстоит заизолировать контакт, чтобы провода не касались друг друга. Изолируем в свободной форме. Минутка мудрости. Эдисон, наверное, гласил, если свет познания погас, смени лампочку. Если камера сломалась, сделай из нее антенну. Великие слова. Вот мы к ним и прислушались. Здесь я проматываю изоленту, чтобы наши проводнички не болтались. Выглядит странно, но это чисто функциональный момент. При наматывании изоленты будьте осторожны, не оторвите пайку наших проводников. Укорачиваем наш центральный проводник. Так как мы припаялись снизу, верх нам не нужен. И до конца изолируем коаксиальный кабель. Не тратьте время на жалобы, что камера не работает. Потратьте время на создание из нее что-нибудь потрясающего. Когда-то прошептал Стив Джобс. Теперь мы все заизолировали. Нужно теперь проверить все перед тем, как мы будем собирать камеру в обратной последовательности. И теперь нам нужно будет сделать отверстие для коаксиального кабеля, чтобы завести его в корпус камеры. Берем маникюрные ножнички и ищем, где мы будем заводить кабель. Когда я делаю отверстие в корпусе, вспоминаю поговорку «Дырка дырки рознь». В нашем случае эта дырка будущего пропускает сигнал. Настоящая изоблетательность рождается, когда мы открываем крышку гаджета и находим там нечто большее, чем предполагали. Такого отверстия мне достаточно для того, чтобы завести коаксиальный кабель в корпус. И теперь подключаем коннектор обратно. Не перепутайте сторону коннектора, иначе можно повредить плату. Вставляйте его так же, как вы его оттуда вытаскивали. И собираем корпус обратно. Никто и не догадается, что внутри обычной Wi-Fi камеры скрывается наша будущая антенна. Знаете, когда я соединяю эти две половинки корпуса, мне вспоминается одно несуществующее, но очень мудрое высказывание. Важность идеи не в том, что ты придумал, а в том, как ты собрал все обратно, чтобы оно выглядело цельно и работало отлично. Это как собрать два куска пазла. Если все делать аккуратно, получится цельная картина. Также и здесь мы берем полуразобранную Wi-Fi камеру и впихиваем в нее антенны, провода, и вот уже готов прибор для получения сигнала. Конечно, любители классических решений скажут, камера должна снимать, а не что-то там ловить. Но именно в таких моментах, когда мы пренебрегаем стандартами, рождается все самое интересное. И в итоге эти две половинки сходятся, словно подчеркивая. Даже самые противоречивые идеи могут сойтись, если умело их соединить. В этом, пожалуй, вся философия DIY. Закрутить все винтики обратно, почти как упаковать секретное оружие. Наше изобретение теперь почти готово к бою. И вот, почти камера у нас собрана, а Альберт Эйнштейн как-то бурчал. Посмотрите на мир под другим углом. Антенна, замаскированная под камеру, только подтверждает это. Теперь у нас осталось поставить фишку для подключения к телевизору. Делается это легко. Снимаем внешнюю изоляцию, отгибаем оплетку, срезаем изоляцию центрального проводника и ставим коннектор. Если со всем этим экспериментом получится, будем считать, что мы только что шагнули в новую эру. Эру камеры-антенн, которые сами же нас и охраняют. Представляю, как кто-то придет к вам домой и увидит эту камеру, но не догадается, что она ловит каналы. Лучшее прикрытие. Иногда думаю, а что если все эти устройства специально делают с возможностью трансформации? Мы просто не читаем инструкцию. Когда эксперимент закончится, останется один вопрос. Что еще мы сможем превратить в антенну? Ведь этот мир полон неожиданностей. А если у вас есть варианты, смело пишите их в комментарии. Коннектор у нас на месте. Теперь делаем последние корректировки в визуальной части. Маникюрными ножничками я подрезаю всю ненужную волосню. И вот такая многофункциональная антенна у нас готова. Эта антенна будет выглядеть как сторожевая камера, но при этом она будет ловить ТВ-сигнал. Антенна готова. Погнали проверять. По классике мы будем проверять через ТВ-тюнер, чтобы вы мне потом не сказали, что у меня изображение идет с интернета. ТВ-тюнер мы подключаем в сеть. Подключаем HDMI кабель от монитора. И включаем нашу охранную антенну. Итак, друзья, как вы видите, каналы действительно пошли. Сложно поверить, что мы буквально превратили старую Wi-Fi камеру в антенну. Устройство, которое оказалось бесполезным, неожиданно ожило и теперь приносит пользу. Так что если вам кто-то скажет, что это невозможно, просто вспомните наш эксперимент. Главное не бояться творить и пробовать новое. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить еще более смелые эксперименты. И, конечно, делитесь своими мыслями в комментариях. Кто знает, какие идеи родятся из наших совместных обсуждений. До скорых встреч!